Добрый день! Я вновь приветствую вас в нашей виртуальной школе. И сегодня мы снова обращаем свои взоры к глаголу. Оказывается, в русском языке есть такие глаголы, которые мы с вами еще не рассматривали. И прежде чем начать урок, я прочту вам два небольших рассказа, а вы подумайте, как они соотносятся с нашей темой урока. Итак, ревизор, который на тройке окончил школу ревизоров, увидел предложение. Люблю грозу в начале мая. Кто посмел выпустить личный глагол без действующего лица? Грозно спросил ревизор-недоучка. О чем вы беспокоитесь? Удивилась морфология. У нашего глагола есть формы, которые указывают на действующее лицо. Если глагол имеет форму «люблю», то действующее лицо «я». При форме «любишь» действующее лицо «ты». А форма «любит» указывает на то, что действие производит он или любой другой предмет. Первое лицо обозначает говорящего, второе – собеседника, а третье – постороннего человека, не собеседника или предмет. А теперь диалог бабушки с внучкой. Бабушка заболела. «Что-то целый день меня знобит», – пожаловалась бабушка. «Бабушка, кто тебя знобит?» – заинтересовалась внучка. «Никто, просто знобит. А разве так может быть?» «В жизни не бывает», – отвечала бабушка. «А в языке есть такие глаголы, которые нам представляют действие, как будто оно происходит само по себе. Мы не знаем, кто действует, и используем для этого безличные глаголы». Итак, тема сегодняшнего урока – «безличные глаголы в русском языке». Наша цель с вами познакомиться с термином «безличные глаголы», узнать, что же обозначают безличные глаголы, в каких формах грамматических употребляются глаголы, как правильно находить лексическое значение безличных глаголов и выработать умение употреблять безличные глаголы в роли главного члена предложения. Итак, глаголы, обозначающие действие, происходящее само по себе бездействующего лица, называются безличными. Перед вами таблица, которая поможет нам с вами разобраться, что же обозначают безличные глаголы и в каких грамматических формах они употребляются. Обозначают безличные глаголы явление природы или состояние человека. Называют действия, происходящие сами по себе, без участия каких-либо действующих лиц. Например, «забрезжет», «живется», «дышится». Безличные глаголы употребляются в неопределенной форме глагола. Например, «смеркаться», «подморозить», «становиться». Безличные глаголы употребляются в двух наклонениях – в изъявительном и в условном. В изъявительном наклонении они изменяются по временам. В настоящем времени моросит, вечереет, знобит. В прошедшем времени подморозило, повеяло, взгрустнулось. И в будущем времени будет моросить. В условном наклонении «пригрело бы», «потеплело бы», «оттаяло бы». Вы должны помнить, что признаком условного наклонения является частица «бы» при глаголе, которая всегда пишется отдельно. Вот что обозначают и как употребляются глаголы. А теперь, какова же синтаксическая роль безличных глаголов в предложении? Обычно безличные глаголы являются в предложении сказуемым, при котором нет и не может быть подлежащего. Почему? Потому что глаголы безличные – это очень точные, очень ёмкие глаголы, которые настолько передают характерное действие, которое, в общем-то, не требует действующего лица. При таком глаголе и так всё ясно. Предложения, в которых употребляются безличные глаголы, тоже называются безличными. Разберём несколько предложений. Недаром говорится, что дело мастера боится. Это сложное предложение, состоящее из двух простых. Первое. Недаром говорится. Сказуемое говорится является безличным. Оно употреблено здесь в изъявительном наклонении в настоящем времени. С утра моросит. Безличный глагол моросит, который не требует подлежащего. Он и так хорошо описывает действие, и нам понятно, что это моросит дождь. Не хотелось бы задерживаться. Не хотелось бы. Это безличный глагол, который употреблён в условном наклонении. Итак, вы должны помнить, что безличные глаголы употребляются в нашей речи, в письменной и устной, в нескольких формах. Первое. В изъявительном наклонении в форме третьего лица, единственного числа настоящего времени. В форме среднего рода, прошедшего времени. Вечерело. В условном наклонении в одной форме среднего рода вечерело бы. В неопределённой форме начало вечереть. И в повелительном наклонении с оттенком желательности. Пусть вечереет. Итак, сегодня на уроке мы с вами познакомились с безличными глаголами, которые очень точно передают и характеризуют действия, которые не требуют подлежащего. Чтобы вам лучше ознакомиться с вышеизложенным материалом, посмотрите, пожалуйста, дополнение к уроку и выполните те задания, которые к нему даны. Спасибо, что были со мной. Всего доброго. Удачи.